здравствуйте биткоинеры спасибо вам большое рад быть с вами очень очень рад секретная служба только что сказала мне что хотела бы немного больше времени я сказал что у них есть столько времени сколько им нужно хоть два часа хоть три к черту людей которые ждут здесь но я уверен что люди тоже не против но это большая честь для меня и в мире происходит много событий мы только что услышали что израиль только что подвергся нападению очень серьезной атаки и похоже это было хэсболла и этого не должно было быть я имею ввиду что они должны уважать нас они не могут делать такие вещи как эти атаки то что произошло это ужасно и поэтому я со всей серьезностью говорю вам всем благослови всех господь они должны уважать нашу страну при мне такого бы никогда не случилось и мы просто не можем позволить этому продолжаться так что мы просто желаем им всем удачи это случилось когда я выходил на сцену и наверное большинство из вас уже слышали об этом но это просто ужасно тем не менее я очень рад быть здесь в нэшвилле чтобы стать первым американским президентом когда-либо выступившим на биткоин конференции в любой точке мира в любой точке мира я хочу поблагодарить дэвида бейли за то что он пригласил меня это особенный парень знаете наше знакомство началось примерно четыре месяца назад дэвид был маралаго я сфотографировался с ним ведь он показался мне приятным парнем вероятно он тоже где-то здесь но я сделал снимок его опубликовали трамп и дэвид бейли и вдруг после него криптоиндустрия пошла в гору так что дэвид поздравляю чем бы ты не занимался ты проделал чертовски хорошую работу но помимо всех биткоин знаменитостей и легенд в этой комнате собрались и другие звезды они действительно легенды поздравляю встаньте пожалуйста о все и так стоят это хорошо раньше я говорил сядьте все сядьте но приятно когда они стоят включая тайлера и кэмерона вы знаете кто это братья уинклвоз это отличные парни они выглядят как мужчины модели с мозгами понимаете они мужчины модели с большим красивым мозгом майкл сейлор тоже здесь кэти вуд тоже здесь сирон пол и рэнд пол здесь вивек здесь вивек рама с вами где вивек где ты вивек вот он он великолепен человек которого я называю бобом но вы вероятно знаете его как кит рока где кит где он он великолепен он хороший парень и талантливый парень он был таким невероятным он сыграл на похоронах великого пожарного который был убит полторы недели назад на моем митинге а били рей сайрус поехал и сыграл музыку для его семьи и это было невероятно я слышал о нем столько всего и били рей сайрус здесь где он он замечательный он консервативен и как же получилось что у него либеральная дочь как это случилось били рэй и кстати кид рок был невероятен на съезде вы наверное видели его вы видели его он был великолепен еще один человек джейк пол вы точно не хотите драться с ним у него намечается большой бой с майком тайсона и он рад что не дрался с майком когда майку было 19 он сказал мне об этом сегодня все равно он фантастический парень очень талантливый во многих отношениях губернатор джо ломбарда фантастический человек и в его штате дела идут хорошо он будет следить за тем чтобы не было никаких проблем и если это случится мы выиграем в его великом штате но вы знаете кто он такой и он фантастический губернатор сенаторы билл гертия марша блэкборн синтия ламис тим скотт тим тоже был великолепен его слова имеют вес для меня он участвовал в стольких шоу и проделал такую большую работу во время праймерис он был невероятным я хочу поблагодарить его он особенный парень они все особенные люди они воины томми тубервилль вы знаете томми тубервилля сенатора от алабамы вижу множество членов конгресса в комнате энди огулс томас месси джон роуз марк грин и френч хилл и следующий сенатор сша от аганя я слышал у него дела идут очень хорошо берни марина где берни я слышал у него все хорошо великая лора лумер некоторые из вас знают лору она потрясающий человек замечательная женщина и великолепный разработчик из нью-йорка и флориды одна из лучших стив витков сегодня с ним его сын алекс это невероятная семья семья разработчиков они поддерживают нас самого начала говард лютник кентер фиджеральд один из поистине блестящих людей на уолл-стрит в общем здесь собралась целая группа уважаемых гостей как с вашей стороны так и с моей у нас здесь много других людей я больше не буду их беспокоить хватит потому что мы должны поговорить о криптовалютах мы должны поговорить о биткоин мы должны поговорить обо всех этих замечательных компаниях но наша страна благословена тем что в этой комнате собрались необычайно талантливые энергичные и гениальные люди не все из вас конечно но большинство из вас многие из вас но именно такой дух построил америку и именно такой дух поможет нам снова сделать америку великой это то что мы делаем сегодня я стою перед вами преисполненный уважения и восхищение тем чего достигло биткоин сообщества это невероятно на самом деле я говорю своим сыновьям что это невероятно потому что они так много об этом знают и они так осведомлены об этом гораздо больше чем люди чуть старше но я говорю что биткоин это столетийная промышленность сто лет назад это действительно так я думаю что биткоин сегодня находится в зачаточном состоянии я вижу как это происходит всего за 15 лет биткоин прошел путь от идеи анонимно опубликованный на доске объявлений в интернете до 9 по стоимости актива в мире вы можете в это поверить это правда это очень масштабно только подумайте биткоин уже больше чем exxon мобиль скоро он превзойдет всю рыночную стоимость серебра неплохо а что насчет золота давайте поговорим о нем однажды возможно биткоин обгонит и золото судя потому что происходит сейчас это вполне возможно никогда не было ничего подобного и я не думаю что вы когда-нибудь видели что-то подобное и большинство людей понятия не имеют что это за чертовщина вы ведь это знаете да и что же будет когда они поймут биткоин биткоин это не просто чудо технологии как вы знаете это чудо сотрудничества и человеческих достижений он формируется на множестве взаимоотношений я только что провел встречу это был круглый стол со многими лидерами и это было потрясающе биткоин это великое товарищество это действительно интересно конечно есть конкуренция но есть и отношения многие из этих людей сформировали дружеские отношения я заметил это обычно я не так часто это вижу на самом деле я вижу обратное обычно люди хотят обмануть друг друга они хотят убить друг друга но у этих ребят прекрасные чувства и они очень умные люди поздравляю со всем чего вы добились эта комната удивительно люди в этой комнате это люди с высоким iq я баллотируюсь против человека с низким iq она я даже не говорю о нем она против меня человек с низким iq причину по которой я пришел сегодня обратиться к биткоин сообществу можно выразить тремя очень простыми словами америка превыше всего потому что если мы этого не сделаем то это сделает китай это сделают другие стран давайте сделаем это сами и сделаем это правильно я вижу америку которая доминирует в будущем у нас будет лучшая экономика самый высокий уровень жизни самые безопасные красивые города и кстати когда я говорю про самые безопасные сегодня наши города прямо превращаются в ад наши города катятся в ад мы собираемся исправить это мы будем работать с демократами которые разрушили наши города но мы будем работать с ними мы вернем нашу страну мы действительно были самой свободной самой амбициозной самой динамичной нации когда-либо существовавший на земле и мы собираемся вернуть это потому что сейчас мы уже не такие наша нация в упадке вы это знаете мы это знаем звучит не очень приятно но это нормально потому что мы собираемся вернуть нашу нацию и мы вернем ее быстро сейчас это позор стыдно за то что происходит посмотрите что происходит этого никогда бы не случилось если бы они уважали нашу страну если мы не примем криптовалюту и биткоин это сделает китай другие страны это сделают они будут доминировать а мы не можем позволить китаю доминировать они и так добиваются слишком больших успехов и мы хотим чтобы они были успешными я не хочу чтобы китай не был успешен но самыми успешными должны быть мы это то что должно произойти я хочу чтобы соединенные штаты были первыми в технологиях первыми в науке первыми в производстве первыми в искусственном интеллекте и первыми в космосе знаете вы мой ти мой дядя был профессором доктор джон трамп он бы очень хорошо вписался в нашу компанию в этой комнате поэтому я и упомянул его и я полагаю что он был самым долго работающим профессором в истории мэй ти у нас очень интеллигентная семья он получил великолепное образование думаю у него три разных степени но они сказали не хочешь ли ты остаться джон и быть профессор полагаю он ответил ну у меня много предложений но в итоге он проработал там кажется 41 год когда я был в белом доме ко мне пришел глава мэй ти и он подарил мне книгу о моем дяде он был легендарным человеком в академическом мире и в мире мэй ти так что я многое понимаю в том что вы делаете и я очень уважаю высокоинтеллектуальных людей а вы очень умны судьба америки лидировать во и никому не уступать ни в одной отрасли некоторые из вас занимаются искусственным интеллектом и всем вам нужно лишь одно вам нужна вещь под названием электричество вам нужно много электричества чтобы искусственный интеллект стал действительно доминирующим и китаю это сделать гораздо проще на данный момент у нас есть ограничения по воздействию на окружающую среду но мы сделаем то что никто не считал возможным вам нужно огромное количество электроэнергии чтобы доминировать нужно вдвое больше чем сейчас есть в сша и мы этого добьёмся кто бы мог подумать что мы можем это сделать но мы это сделаем и мы построим электростанции на этих площадках мы освободим людей от некоторых нелепых требований и мы будем использовать ископаемое топливо для производства электроэнергии потому что она нам нужна мы будем использовать атомную энергию и мы будем делать это экологически чистым способом но мы будем производить так много электричества что вы скажете пожалуйста пожалуйста президент мы больше не хотим электричества мы больше не можем это выносить вы будете умолять меня не надо больше электричества сэр нам достаточно знаете что интересно на среднем западе только что открыли две зарядные станции для электромобилей И знаете, я люблю Илона Маска, он замечательный, он поддержал меня, и отлично поддержал, и все остальное Но не у всех должны быть электромобили Я им это говорил, так что мы собираемся избавиться от этого мандата, если вы не против Некоторые люди хотят автомобили на бензиновом двигателе Кому-то нужен гибрид, а кому-то нравится электромобиль Я думаю, электромобили замечательны Я думаю, то, что сделал Илон, это здорово И я думаю, он это понимает Наверное, он бы не поддержал меня, если бы не знал, кто я в этом деле Но он поддержал, и он сделал эти зарядные устройства на Среднем Западе Их 8 штук Они потратили 9 миллиардов долларов на строительство 8 зарядных станций, чтобы зарядить автомобиль При таких темпах строительство зарядных станций по всей стране обойдется примерно в 12 триллионов долларов Почему-то это не работает Стране придется подать заявление о банкротстве по 11-й статье Или по 7-й, без разницы Нет, мы должны использовать свой мозг И мы должны быть партией здравого смысла, понятно? У нас должен быть здравый смысл Но что мы должны сделать, так это произвести огромное количество электричества для ИИ И для всех остальных вещей, включая те, что делаете вы И мы будем производить его быстро Иначе мы не сможем конкурировать с Китаем и другими странами Поэтому мы будем производить его быстро Сегодня днем я изложил свой план по обеспечению того, чтобы Соединенные Штаты стали криптовалютной столицей планеты и биткоин-сверхдержавой мира И мы добьемся этого Если криптовалюта будет определять будущее мира, я хочу, чтобы ее добывали, майнили и делали в США Так и будет Она не будет производиться где-либо еще И если биткоин, как мы говорим, отправится на Луну Я хочу, чтобы Америка была той страной, которая будет вести всех за собой И именно это и произойдет Вы будете очень довольны мной Вы будете так счастливы Вы скажете, что он самый лучший парень Вот почему я горжусь тем, что стал первым в истории Америки кандидатом от основной партии Которая принимает пожертвования в биткоинах и криптовалютах И я скажу, их было сделано немало И я это ценю С тех пор, как мы сделали это объявление 21 мая, мы уже собрали 25 миллионов долларов Большая часть из которых в биткоинах, криптовалютах и других очень-очень хороших средствах Но как вы знаете, наше волнение по поводу будущего биткоина и криптовалюты не может быть более сложным, чем подход наших оппонентов Не может быть Послушайте, наши оппоненты пошли по сложному пути Они идут по старомодному, извилистому пути Мы же собираемся пойти прямо по главному шоссе Мы собираемся вести компанию совсем иначе, чем все остальные Во-первых, мы понимаем то, чего они не понимают Они преграждают вам путь Они преграждают вам будущее Но я значительно облегчил вам задачу Потому что сек была очень жестокой по отношению к вам А теперь они видят, что вы приняли меня Внезапно криптолюди, которые находились под их следствием, были отпущены И теперь они говорят О нет, мы не хотели этого делать Мы любим криптовалюты Позвольте мне сказать вам Если они выиграют эти выборы Каждый из вас исчезнет Они будут злыми Они будут безжалостными Они сделают то, во что вы сейчас не поверите Но сейчас, благодаря мне, они оставили вас в покое На время Так что, пожалуйста, скажите Спасибо, президент Транп И причина, по которой они это делают Заключается в том, что именно мне сказали Некоторые из ваших великих гениев Которые говорили со мной на эту тему Я слышал от Вивека, что 175 миллионов человек в этой стране В той или иной форме вовлечены в мир криптовалюты и биткоин 175 миллионов И когда они услышали это, то сказали Давайте будем с ними поласковее По крайней мере, до выборов Так что я снял давление со многих людей из криптомира И они сегодня счастливы Хотя еще три месяца назад были не в восторге За последние три с половиной года нынешняя администрация Развязала такую войну против криптовалюты и биткоина Какой еще никто и никогда не видел Всем тем, кто работает в этой отрасли Они ударили по вашим банковским счетам Они ограничили доступ к финансовым услугам Вы все это видели, да? Да, вижу многих, кто поднимает руки Они блокируют обычным американцам возможность переводить деньги на ваши биржи Они клевещут на вас, как на преступников Но это случилось и со мной Потому что я сказал, что выборы были сфальсифицированы О нет, он сказал, что выборы это фальсификация За такое заявление он должен провести остаток жизни в тюрьме Конечно, они говорят это о нас прямо сейчас и это нормально И кстати, у нас очень хорошие результаты на выборах Знаете, недавно мы потеряли одного кандидата в президенты Джо Байден И я подумал, что мы потеряли замечательного человека Знаете, на самом деле он ужасен, если хотите знать правду Так что не расстраивайтесь И у нас есть еще один худший, самый худший человек Я вроде как провел аналогию вчера вечером Подумайте вот о чем Я выступал перед очень влиятельной и очень сильной религиозной группой Христианской группой Христианами, евангелистами и так далее А сегодня я выступаю перед биткоином И теперь я еду в Миннесоту, чтобы провести митинг Вы думаете, что моя жизнь так прекрасна, не так ли? Но я охватываю много территорий Я перехожу от религии к биткоину и к митингу И я не путаю их, как это делают другие люди Мы выходим и говорим Пусть Бог благословит всех, кто вовлечен в мир биткоинов Но на самом деле мы именно это и имеем в виду Потому что вам нужно благословение Потому что вы должны сделать что-то очень впечатляющее Но вчера вечером мы провели невероятное время, общаясь с христианами В основном с христианами И это так здорово Впереди у нас очень большой митинг в Миннесоте Такого не было с 1972-го Со времен Ричарда Никсона Вы можете в это поверить? И я думаю, что мы лидируем в Миннесоте Но в Миннесоте происходят какие-то события Но я думаю, что у нас там все хорошо Так что мы уедем отсюда и отправимся туда На большой митинг Но для меня большая честь быть с вами здесь К сожалению, мы видим эту атаку на криптовалюты Знаете, что это часть гораздо более масштабной схемы Которую осуществляют те же самые левые фашисты Которые используют правительство против любой угрозы для их власти Они сделали это и со мной Вы видели, что я только что выиграл крупное дело во Флориде? Большое спасибо Большое спасибо Это было большое дело Это было дело о секретных документах На моей стороне президентский закон о документах У Байдена его нет Кстати, вот что они сказали о Байдене Они сказали, что он чертовски виновен Но мы не будем обвинять его, потому что он некомпетентен Я выиграл дело старым добрым способом Это называется победа Я бы не хотел выиграть так, как выиграл он Байден выиграл дело, потому что они назвали его некомпетент Подумайте вот о чем Они назвали его некомпетентным То есть он некомпетентен, чтобы баллотироваться в суд, чтобы оставаться в суде Но не некомпетентен, чтобы управлять страной Как это вообще работает? В любом случае он больше не претендует на страну, потому что не очень хорошо выступил на дебатах Кто-нибудь смотрел дебаты? Кто-то сказал ему, ты ужасно выступил на дебатах Он ответил, почему? Потому что после них нет никакого способа для него двигаться дальше Вот как все было плохо Но он сказал, да, я понимаю это Именно так все и было На самом деле у нас были отличные дебаты Это были потрясающие дебаты И с тех пор вам нужно открыть глаза Вы должны увидеть, что происходит Нам нужно управлять страной Проблема в том, что Камала еще хуже, чем Джо Она левый радикал Сумасшедшая Отменяет финансирование полиции и все такое прочее Пока что у нее небольшой медовый месяц И между прочим, она против криптовалюты И очень сильно против Так что я просто хочу сказать вам, что вы должны выйти на улицу Вы должны выйти и проголосовать Потому что не стоит удивляться тому, что эти самые тоталитаристы Чертовски заинтересованы в том, чтобы раздавить криптовалюту Уничтожить ее И это то, что они хотят сделать И именно об этом они заявляют И они уже это делают У нас есть комиссия по ценным бумагам и биржам Вы знаете, что они делают Они уничтожают биткоин Причина этого не может быть более ясной Потому что биткоин выступает за свободу Суверенитет и независимость от государственного принуждения и контроля Подавление криптовалюты и биткоина администрацией Байдена Харриса Это неправильно И это очень плохо для нашей страны Это действительно не по-американски Как вы знаете, 6 дней назад мы официально победили худшего президента в истории США Я считаю, что он был худшим президентом в истории страны Подумайте об этом Миллионы и миллионы людей приехали в нашу страну Они приехали из тюрем Они приехали из приютов для умалишенных Из психиатрических клиник Они приехали как террористы Сейчас в нашу страну прибывает самое большое количество террористов в истории Те же люди, о которых вы только что слышали из новостей в Израиле Которые совершили нехорошие вещи Они приезжают в нашу страну и никто их не проверяет Никто не знает, что происходит Мы понятия не имеем, что они делают Нынешняя администрация потеряла контроль над нашей страной И случиться может только плохое При нас такого не будет Мы не позволим этому случиться И мы побеждаем их И побеждаем сильно Но мы должны быть уверены в этом Мы должны сделать это ради нашей страны Нельзя быть бойцом и допустить, чтобы твой мужчина или женщина проиграли бой В данном случае речь о мужчине Он проигрывает бой Он проигрывает 15, 16, 17 очков И они говорят ему, Джо, ты не победишь, ты должен выйти из игры Байден не хотел выходить Он сказал, я не выйду, у меня 14 миллионов голосов, я не выйду Они сказали, если ты не выйдешь, мы применим 25-ю поправку о твоей умственной состоятельности И тогда Байден сказал, как я уже говорил раньше, я думаю, что выйду из игры Они выбили его из гонки Но подумайте, вот о чем Вы боретесь, ведете компанию, тратите много денег, много времени, много сил на своего бойца А он проигрывает И тогда они говорят, давайте выведем его из строя Мы поставим туда нового бойца Новый боец это она Возможно, их второй выбор Байден всегда будет их первым выбором Но она будет первой на скамье запасных И опять же, если мы не выиграем эту гонку, и я знаю, что вы вне политики Но вы должны быть с ней, потому что во всем, что вы здесь делаете, уже много политики Если мы не выиграем эту гонку, с этой страной, как мы ее знаем, может быть покончено Страна будет в плохом состоянии И поэтому мы должны бороться, мы должны победить И я обещаю биткоин-сообществу, что в тот день, когда я приму присягу Антикриптовалютный поход Джо Байдена и Камалы Харрис будет закончен Он закончится, с этим будет покончен Как только я буду приведен к присяге Преследования против криптовалюты прекратятся А оружие против вашей индустрии будет утилизировано И так будет до тех пор, пока я нахожусь в овальном кабинете Элизабет Уоррен, которую еще называли Покахонтас, помните? Потому что она говорила, что она индеец, индианка Ее спрашивали, почему вы индеец? Вы не похожи на индейца? А она отвечала, нет, нет, моя мама сказала, что у меня высокие скулы Ну, так вот почему она была индиан Поэтому я и назвал ее Покахонтас Элизабет Уоррен и ее головорезы очень противны вам Она ненавидит все, что связано с вами И мы будем держать ее руки подальше от биткоина Мы позволим ему расти Мы позволим индустрии развиваться В первый же день я уволю Гэри Гэнслера И назначу нового председателя СЕК Ух ты, я и не знал, что он настолько непопулярен Вау Я даже не подозревал, что он настолько непопулярен Позвольте мне повторить это еще раз В первый же день я уволю Гэри Гэнслера Я назначу нового председателя комиссии по ценным бумагам и биржам Который будет считать, что Америка должна строить будущее А не блокировать его Что они делают сегодня А Камала Харрис хочет сделать Гэнслера министром финансов Это нехорошо Он был финансистом Хиллари Клинтон Вы знали об этом? Клинтон Хиллари Помните такую? Вы помните ее? Кто-нибудь вообще помнит? Гэри был финансовым председателем компании Хиллари Клинтон Против джентльмена, известного как Дональд Трамп Не самый популярный человек Вообще-то она приходила на мою свадьбу Вы знаете об этом? Наша великая первая леди, Милания, пришла на нашу свадьбу И Билл пришел на нашу свадьбу Но это удивительно, когда ты баллотируешься в президенты Многое меняется в твоей жизни Многое меняется Став президентом, я немедленно прекращу операцию Чокпоинт 2.0 Они хотят задушить вас Они хотят вытеснить вас из бизнеса Мы не позволим этому случиться И ваше правительство больше не будет сидеть и смотреть, как рабочие места и бизнес в сфере биткоина бегут в другие страны Потому что американские законы слишком неясные, жесткие, злые, антикриптовалютные Мы сохраним все рабочие места в сфере биткоина в Соединенных Штатах Америки Вот что мы будем делать Как только я вступлю в должность Я немедленно назначу президентский консультативный совет по биткоину и криптовалютам Если кто-то хочет войти в этот совет, пожалуйста, поднимите руку Задачей совета будет разработка прозрачного нормативного руководства на благо всей индустрии И они сделают это ровно за сто дней За три месяца у нас будут правила Но правила будут писать люди, которые любят вашу отрасль Они ненавидят ее Люди, которые хотят сделать все ясным, простым, понятным и справедливым Люди, которые хотят, чтобы ваша отрасль процветала, а не умирала Далее, я немедленно прикажу Министерству финансов и других федеральным агентствам Прекратить все действия в индустрии цифровых валют Например, они хотят создать цифровую валюту Центрального банка При мне этот проект будет закончен Просто забудьте о нил У нас никогда не будет ЦВЦБ, пока я буду президентом Соединенных Штатов И я всегда буду защищать ваше право на самохранение биткоина и крипто У нас будет отличная индустрия У вас будет отличная индустрия Мы дадим ей топливо, а не будем разрушать ее Америка снова станет страной, которая защищает права собственности Неприкосновенность частной жизни Свободу транзакций, свободу объединений и свободу слова Мы вернемся к старым временам, когда мы были нацией, которая строит А не нацией, которая пожирает себя изнутри В рамках наших усилий по обеспечению ясности регулирования криптовалюты Мы создадим основу для безопасного и ответственного распространения стейблкоинов Вы знаете, что такое стейблкоин? Если кто-то знает, пожалуйста, поднимите руку Это позволит нам распространить господство доллара США на новые рубежи по всему миру Америка станет богаче Мир лучше А миллиарды, миллиарды людей придут в криптоэкономику и будут хранить свои сбережения в биткоин Так все и будет В общем-то, так оно и есть Те, кто говорит, что биткоин представляет угрозу для доллара, смотрят на мир перевернуто Я считаю, что все совсем не так Биткоин не угрожает доллару Действия нынешнего правительства США – вот настоящая угроза доллару Опасность для нашего финансового будущего исходит не от криптовалюты, а от Вашингтона Она исходит от триллионов долларов растрат, безудержной инфляции и открытых границ при предоставлении социального обеспечения и бесплатного медицинского обслуживания всем нелегалам Которые миллионами, миллионами, миллионами вливаются в нашу страну Эта угроза исходит от пищати сотен миллиардов долларов для финансирования бесконечных войн за границей В то время как наши города напоминают зоны боевых действий здесь, у нас дома Две недели назад в Чикаго было застрелено 117 человек, 17 погибли В Афганистане такого нет Вы думаете про опасные места? Посмотрите, что происходит с нашими городами Что случилось за последние три года? За последние три с половиной года? Никто никогда не видел ничего подобного Только подумайте об этом 117 за выходные 4 июля 117 человек было застрелено и 17 погибли Это Соединенные Штаты Я так не думаю Кстати, когда я был президентом, у нас не было войн У нас не было новых войн Мы их не начинали Помните, Хиллари говорила, что он начнет войны Посмотрите на его характер Нет, я сказал, что мой характер убережет нас от войн Но мы покончили с некоторыми старыми войнами Такими как ИГИЛ На что, по их словам, должно было уйти 5 лет, а может и больше Мы сделали это за 4 недели Мы победили ИГИЛ за 4 недели Потому что у нас отличная армия И она, кстати, не ВОУК-милитари Может быть, некоторые люди наверху и принадлежат ВОУК-милитари Но в целом еще нет Во-первых, когда я посмотрел на то, что они сделали для меня Они были невероятны Они сделали то, что никто не считал возможным Наши настоящие генералы и наши солдаты Это не ВОУК-милитари Нынешняя администрация пыталась заставить их быть ВОУК Но у них не получилось Я могу вам это гарантировать С вашей поддержкой в ноябре мы восстановим компетентность И вернем здравый смысл в столицу нашей страны Потому что в конечном итоге Дело не в том, консерватор ли ты Либерал, прогрессист Им нравятся прогрессисты Это звучит так мило, правда? Это разрушит нашу страну На самом деле это слово стало ужасным Оно уничтожит нас Но дело не в этом Дело в здравом смысле Мы хотим вернуть его Сегодня мы говорим о нем И биткоин, и криптовалюты взлетят как никогда раньше Даже больше, чем вы ожидаете И вы, те люди, которые это сделают Как только мы прекратим войну с криптовалютами Мы немедленно и очень быстро начнем строить нашу экономику Потому что когда Америка процветает Биткоин взлетает вместе с ней У нас была величайшая экономика в истории И скоро она снова будет у нас При администрации Трампа Доход типичной семьи среднего класса Вырос на 6000 долларов в год Люди не любят упоминать об этом Американцы накапливали больше сбережений Чем когда-либо за многие десятилетия В результате, за 4 года моего пребывания у власти Послушайте, какие были цифры Они прекрасны В результате, за 4 года моего правления Биткоин вырос на 3900% С 898 долларов в день моего вступления в должность До 35900 долларов в день моего ухода Это был самый большой скачок Причем, я думаю, практически во всех отраслях Подумайте об этом А теперь сравните это с тем, что за 3,5 года правления Байдена и Харрис С поправкой на инфляцию Биткоин вырос на 50% 50% звучит неплохо Но не тогда, когда вы сравниваете это с почти 4000% 50% Знаете, обычно вы говорите О, это звучит неплохо Но это не так Нет 50% это нехорошо Когда люди не могут позволить себе продукты Или арендную плату У них нет сбережений, чтобы хранить их в биткоинах Эта администрация вызвала самую большую инфляцию В истории нашей страны И вот что произошло Наши люди уничтожаются С первого же дня, как мы вернем себе Белый дом Мы заменим экономический застой Байдена и Харрис Совершенно новым экономическим бумом Трампа Вас ждет огромный бум Знаете, у вас много отличных аналитиков Скотт, я говорю о вас Скотт, один из величайших аналитиков И другие, которые говорят, что фондовый рынок растет Лишь потому, что они думают, что Трамп будет избран А если Трампа не выберут, то страна впадет в депрессию, подобную той, что была в 1929 году И я надеюсь, что это неправда Но я могу понять, почему есть такие прогнозы Они считают, что рост фондового рынка связан с тем, что мы, похоже, выиграем выборы Я не знаю, что будет с выборами Знаете, они чертовски жульничают И я не знаю, что произойдет Но если мы победим, эта страна станет экономическим бумом Она будет процветать так, как никогда не процветала раньше Экономический план нынешней администрации включает в себя триллионы новых расходов И повышение налогов на 5 триллионов долларов Они хотят увеличить налоги на 5 триллионов долларов Они хотят, чтобы срок действия налоговых льгот Трампа истек Они хотят ввести налог на конфискацию богатства Чтобы когда вы заработаете все свои деньги Достигнув успеха и наняв всех этих людей Они просто пришли и отобрали все ваши деньги Через налог на первый доход И гигантский налог на прирост капитала Который во многих штатах будет значительно превышать 50% Мой план прямо противоположен Мы поднимем работников Дадим возможность накапливать американцам И будем вознаграждать за успехи Мы не будем наказывать за успех Они хотят наказать успешных Они хотят наказать гений Мы не позволим этому случиться Я сделаю налоговые сокращения Трампа постоянными И обеспечим массовое снижение налогов для семей, частных лиц и предприятий Которые создают рабочие места Это включает в себя отсутствие налога на чаевые Вы ведь знаете об этом, верно? Я собираюсь избавиться от налога на чаевые Я сокращу ненужное и обременительное регулирование Буду каждый день бороться за то, чтобы Америка стала лучшим местом на Земле Для создания бизнеса, в том числе криптовалютного Это будет лучшим местом Вам не придется ехать в Китай Вам не придется учить китайский О боже, как мне выучить китайский? Я хочу выучить его очень быстро У меня есть маленькая внучка, которая свободно говорит по-китайски Вы можете в это поверить? Это замечательно, но нелегко Но вам не придется этого делать Самое главное для наших граждан Мы покончим с инфляционным кошмаром, который создала эта администрация И сделаем это быстро Этому должен быть положен конец Ведь это разрушает нашу страну Знаете, инфляция это разрушитель стран Вы можете вернуться на много-много лет назад в Германию И посмотреть, что случилось с ней во время огромного периода инфляции Она разрушила их страну Инфляция это разрушитель стран Биткоинеры Я говорю вам, что вы осознали опасность инфляции задолго до того, как это сделало большинство других Вы поняли инфляцию, честно говоря, лучше, чем кто-либо другой И вы знаете это, не так ли? Если бы только они прислушались к вам Но они не прислушались, они не послушали вас Триллионы долларов нелепых трат, одобренных нашими оппонентами Привели к той самой инфляционной катастрофе, которую биткоинеры всегда предсказывали 20, 30 и даже 40% стоимости каждого доллара были уничтожены И уничтожены быстро Вы это понимали Но многие другие люди нет Сбережения миллионов американцев были быстро уничтожены Неконтролируемая инфляция Это скрытое налогообложение среднего класса Это действительно так Это скрытое налогообложение Я называю его налогом Байдена Теперь я называю его налогом Харрис Или налогом Байдена Харриса Но как бы мы ни называли это Это катастрофа Это 50% налог Инфляция это налог в 50% на людей Это человеческая трагедия И она уничтожает людей Это национальный позор Он уничтожает все на своем пути Это не должно повториться И не повторится Когда я стану президентом, я гарантирую вам, что этого не произойдет Потому что мы сделаем все, чтобы это не случилось Они позволили ценам полностью выйти из-под контроля Мы займемся энергетикой Опустим ее цены до уровня, которого люди не видели уже много-много лет У нас он уже был Галлон бензина стоил 1,87 доллара Сейчас мы не видим таких цен Четыре года подряд под моим руководством у нас практически не было инфляции Никакой Когда я покинул свой пост, она составляла 1,4% А затем оставалась на этом уровне на протяжении двух лет Помните, Байден говорил, что она была 9% Байден унаследовал 9% инфляцию Это была очередная ложь Дезинформация, дезинформация Мы дали им горячую страну Мы прошли через ковид Мы проделали невероятную работу И никогда не получали за это похвалы Нам всегда ставили в заслугу экономику и армию Мы восстановили армию Мы сделали так много разных вещей И никогда не получали за это похвалы Знаете что? Мы дали им великую страну, в которой практически не было инфляции А через 2 года они привели эту страну в хаос и подняли инфляцию до небес За 2 года стоимость жизни выросла в некоторых случаях более чем на 50% А они говорят о 22% Им нравится говорить 22% Но это может быть гораздо выше И это гораздо выше в зависимости от того, что они включают в оценку А они не включают такие вещи, как процентные ставки, например, которые выросли с 2,5% до 10% Но вы все равно не сможете получить денег Когда я вернусь в Белый дом, я остановлю дикие и расточительные траты этой администрации Я покончу с бесконечными войнами, которые при них никогда не прекратятся Повторяю, у нас не было войн При вашем любимом президенте, президенте Трампе, у нас не было новых войн У нас их не было Они думали, что я собираюсь начать войну? Позвольте мне сказать вот что Я собираюсь остановить третью мировую войну Потому что мы сейчас ближе к ней, чем когда-либо после окончания второй Я запечатаю границу и остановлю нашествие миллионов людей, нелегально проникающих в нашу страну Мы полностью дефлорируем экономику и сделаем это быстро Мы победим инфляцию и вместе вернем американскую мечту для граждан любой расы, религии, цвета кожи и веры Мы вернем ее, американскую мечту Сегодня вы больше не слышите словосочетание «американская мечта» Вы больше не слышите этих слов Мы привыкли говорить об американской мечте раньше Многие из вас живут ею Но вы потерпите крушение, если не выберете меня Мне неприятно говорить вам об этом Но если вы не изберете меня, вы будете раздавлены Вы скажете, о, какую ошибку мы совершили Вместо Трампа мы выбрали человека, у которого нет таланта Она провалила почти все, за что взялась И посмотри на нас теперь Теперь мы переехали в маленькую будку из нашего прекрасного дома Я собираюсь прекратить нападки против американской энергии И мы начнем просто бурить Да, детка, просто бурить Мы должны Это то, что у нас есть У нас под ногами больше жидкого золота, чем у любой другой страны в мире Больше, чем у Саудовской Аравии Больше, чем у России Мы просто не используем ее А они используют Мы идем и покупаем нефть у Венесуэлы Ну, круто Но мы не остановимся на этом Мы будем использовать американскую энергию во всех формах Я поставил перед собой амбициозную цель К концу моего срока Соединенные Штаты займут первое место среди всех стран на Земле По самым низким ценам на энергию и электричество И мы можем сделать ее недорогой Благодаря тому, что у нас есть под ногами, мы можем сделать ее такой недорогой А благодаря низкой стоимости энергии Америка станет неоспоримой мировой державой по добыче биткоинов Вы будете майнерами биткоинов здесь И вам не нужно будет перевозить свою семью в Китай Вы не будете переезжать в Китай По мере реализации этих реформ Биткоин и криптовалюты будут способствовать росту нашей экономики Укреплению американского финансового доминирования и всей нашей страны на долгие годы вперед Многие американцы не понимают, что правительство США является одним из крупнейших держателей биткоин Кто-нибудь знает об этом? А как насчет этого? У федерального правительства почти 210 тысяч биткоинов Или 1% от общего количества, которое когда-либо будет существовать Но слишком долго наше правительство нарушало кардинальное правило Которое каждый биткоинер знает наизусть Никогда не продавайте свои биткоины Верно? Как я до этого додумался? Никогда не продавайте свой биткоин И поэтому в качестве заключительной части моего сегодняшнего плана Я объявляю, что если меня изберут То политикой моей администрации, политикой США Будет сохранение 100% всех биткоинов Которыми правительство владеет в настоящее время Или приобретет в будущем Мы сохраним все 100% биткоинов Это послужит по сути основой для стратегического национального запаса биткоинов Как вы знаете, большая часть биткоинов, которыми сейчас владеет правительство США, было получено в результате действий правоохранительных органов Вы знаете об этом Они забрали его у вас Давайте заберем жизнь этого парня Заберем его семью Его дом Его биткоин У вас это отняли, потому что именно к этому мы сейчас и идем Вот куда идет эта страна при нынешней администрации Это фашистский режим И поэтому, принимая меры по превращению этого огромного богатства В резервный национальный актив на благо всех американцев Сегодня я повторяю свое обещание смягчить приговор Россу Ульбрихту Вот где мы находимся сегодня, как страна И в конечном итоге я обещаю каждому из вас следующее Я буду президентом, который будет поддерживать инновации и биткоин Который нужен Америке И которого заслуживают наши граждане Это будет лишь одна из отраслей, но это будет процветающая отрасль Великая отрасль И я собираюсь сделать то же самое для всех остальных отраслей Наша нация никогда не процветала, пытаясь подвергать цензуре, новые идеи и закрывать мечты наших людей Америка всегда устанавливает свой флаг на следующем рубеже и смело идет вперед Мы должны это делать, но мы не делали этого в течение долгого времени Особенно последние три с половиной года Все происходит с точностью до наоборот Те из вас, кто находится в этом зале Наследует наследие поколений американских первопроходцев и патриотов, которые приняли риск Которые заселили этот континент, построили современный мир Вы ведь знаете об этом, биткоинеры, не так ли? Вы — это современные Эдисоны, братья Райт, Карнеги и Генри Форды И то, что вы сделаете за свою жизнь, имеет все шансы пережить нас всех И вдохновить человечество на многие поколения вперед Этот день войдет в историю вашей отрасли как исторический Вместе вы строите будущее Америки, используя свой ум, мужество и жизнь Вы отдаете свою жизнь этому Вот что вы делаете А для этого нужно мужество У большинства людей нет такой смелости Моя работа будет заключаться в том, чтобы освободить вас И позволить вам делать то, что американцы делают лучше всего И что вы собираетесь делать лучше всех Побеждать, побеждать, побеждать Вы будете побеждать С такой энергией, страстью и блеском, какие мы редко видели раньше Наша страна не может потерпеть неудачу Сейчас мы живем в стране неудачников, но это ненадолго Наша страна не может потерпеть неудачу С вашей помощью мы спасем нашу нацию, восстановим нашу республику И сделаем Америку и биткоин больше, лучше, сильнее, богаче, свободнее и величественнее, чем когда-либо прежде Спасибо всем вам Приятного времяпровождения с вашим биткоином, криптовалютой и всем остальным, с чем вы играете А мы сделаем эту индустрию одной из величайших на земле Удачи и благослови вас Бог Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому